Мы с Destiny давно, вы в качестве игроков, я еще в качестве автора контента, в следующем году вот будет уже 10 лет, как мы сидим на этой космической игле, заставляющей нас гриндить. Жалеем ли мы об этом? Нет. И кстати, судя по моему опросу, тут на канале и в телеграме, большинство игроков, ну или как минимум моих подписчиков, играют в Destiny уже более 5 лет. Это значит, что как минимум с релиза Destiny 2 или раньше. И я это все к чему? Как уже некоторые успели заметить, я вовсю ищу новые форматы на канале и новые рубрики пробую. Так вот, сейчас как раз еще один такой эксперимент. Рубрика «Что было раньше?». В ней будем вспоминать события прошлых лет по ключевым датам или месяцам. Например, вот сейчас идет апрель 23 года, и это видео будет посвящено событиям этого месяца за прошлые годы игры. Вспомним, какие основные темы тогда были на слуху, какие дополнения выходили, и посмотрим фрагменты из моих старых видосов, конечно. Куда ж без кринжа. Интересно? А где тогда лайк? Ну вот давайте я пока рассказываю о спонсоре этого видео, вы поставите вне временной лайк, а затем продолжим. Спонсор сегодняшнего видео – проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинге есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Итак, возвращаемся для начала на год назад. Что там у нас в тренде обсуждений было? Конечно же дополнение Королева-Ведьма. Дополнение вышло пару месяцев назад, вот совсем недавно вышел рейд и игроки находились во вполне приподнятом настроении и под хорошим впечатлением от дополнения. Не то что сейчас, да? Королева-Ведьма собрала хорошие оценки прессы и игроков. Она удивила нас крутой сюжеткой, новыми системами крафта оружия, а рейд клятва послушника впервые дал, так сказать, прикоснуться к новой стороне тьмы. Столкнул нас с послушником Рулком, который стал героем мемов, пародий и, конечно же, влажных фантазий. Но у апреля прошлого года и апреля этого есть чуть больше общего. В сеть, что тогда, что сейчас, весенними ручьями утекла из студии инфа о грядущих обновлениях. Я об этом тогда рассказывал на канале в отдельном видео и, пересмотрев его сейчас, перед выпуском этого ролика, я и поплакал, и посмеялся. Чего там только не наобещали тогда. История сезона связана с вексами. Большую роль играет в нем Распутин, которого мы будем пытаться перенести в экзотело. Еженедельные миссии приведут нас в родной мир вексов. Экзотикой 17 сезона является плазменная винтовка под названием Hoplites Chosen. Сообщается и о добавлении якобы двух новых пвп-карт и новый экзотический квест, который включает в себя миссию для трех игроков, в которой помогать нам будет Анна Брейк. В конце сезона выясняется, что вексы — это финальная форма. Сезон начинается с появления над Европой корабля Калуса Левиафана. Закончится боем Калуса и Эрми. В этой башне появится функция поиска игроков. Рейдом в разделе легенды станет рейд из первой части «Падение короля». «Тач оф Мелис» — экзотическим оружием станет Глефа, обладающая способностями тьмы, как у Рука. Боссом подземелья в 19 сезоне будет сама третья сестра — Зиву Арат. Ну а Петра и Ворон обнаруживают яйцо Ахамкары и заботятся о детеныши. Серьезно? Наши деньги? Да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Не мою. Да, вот так в нарезке хоть это все и кажется бредом, но некоторые вещи так или иначе оказались рядом и с сезонным контентом, и с дополнением «Конец света», знаете. Но все же, те сливы оказались не настолько пророческими, как те, что появляются сейчас, и большую часть которых сами Банджи уже подтверждают в разных статьях и интервью. Кстати, про все сливы я рассказываю у себя на страничке Бусти, а в последней статье обсуждаю утечку о том, что вскоре Банджи откажутся от системы прокачки силы. Довольно важная статья, так что крайне рекомендую к прочтению, ссылка будет в описании. Два года назад, в 2021 году, в разгаре был сезон «Избранный», и недавно состоялся релиз невероятно крутой миссии «Предвестие на Гликоне», которую я стримил просто до посинения. Помогал подписчикам пройти ее и получить очень крутой экзот, и наверное один из самых моих любимых экзотов последних лет, винтовку «История мертвеца». Как сейчас помню, просто очереди скапливались, все сидели и очень сильно хотели пройти эту миссию, она очень всех завораживала своим хоррор-антуражем. Вообще-то, миссия запомнилась мне как эталонная история на экзотическую награду. Я регулярно при каждом удобном случае хвалил ее, поход по ней я стримил вместе с Артуром Блэкуфой, например, и Вакаем, а еще я там снимал небольшую короткометражку, за которую мы получили упоминания в ТВАП и эмблемы за ролик недели от Банжи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуй, самое яркое впечатление того сезона. Я с нетерпением жду возвращения этой миссии в этом году, о чем разработчики уже предупредили. А еще в апреле 2021 года повсюду появлялись заголовки из интервью Банжи об их новой игре. Они тогда, ни сейчас не говорили ни жанра, ни сеттинга, а с того дня никаких дополнительных анонсов не последовало. Известно ли, что примерно планируемый период для запуска новой игры это 2025 год. Так что думаю, если эти графики не сильно сбились, то в этом году мы можем ждать каких-то новостей более конкретных по следующим проектам студии. Три года назад, 2020-й. В апреле 2020-го запускалась новая эндгейм-активность «Сумрачный налет Грандмастер». Это сейчас мы к нему привыкли. Но хардкор-испытание для тех, кому обычные сумрачные налеты кажутся игрушкой, как тогда появилось, так с тех пор и укрепилось в игре. А вот на этой неделе, кстати, Грандмастеры впервые запускаются в этом сезоне. Готовы отправиться в этот челлендж? Я же тогда был охвачен работой над своим большим фильмом про визуал в Дестине. Сколько тогда я времени потратил на этот ролик, вы бы знали. Сколько артов собрал, интервью послушал, форумов и сколько видосов пересмотрел про дизайн. По правде говоря, всё ещё очень горжусь проделанной работой и всё ещё получаю новые комменты под тем видео, что не может не радовать. Хотя, конечно, такие видосы всё равно собирают по просмотрам меньше, чем «Как получить экзотический автомат». И от этого немного грустно, но кажется, на ютюбе так было всегда. Смотря сейчас тот видос, я, конечно, вижу, что можно было сделать ещё лучше, иначе. И это тоже, на мой взгляд, хорошо. Хорошо, что взгляд меняется. Если вы не видели тот фильмец, я буду рад просмотрам и комментам под ним. Ссылку оставлю в описании. Четыре года назад, девятнадцатый. Весной 2019 года в Destiny появились такие пушки, как Арбалет и Паук Отшельник. А Лунный Вой, кстати, той же весной был занерфан. Ну, что за время было, а? Помните же. Арбалет можно было получить в рамках особого весеннего ивента, который проводился в игре лишь однажды и напоминал забеги в Бесконечный лес а-ля Фестиваль Усопших. Не сказать, что ивент был хоть сколько-то приятно встречен игроками, да и сам Арбалет не поняли тогда и не оценили. Зато сейчас-то... Ой, как мы его поняли, да? Ой, как оценили. И в PvP щелкать с него любим зевак, и в сумрачных налётах щиты пробиваются отлично. Но, правда, ради на релизе он барьеры не пробивал, поэтому, собственно, нам и не понравился. Ну, а про паук-отшельник... Легендарная херня, что сказать. Все мы по нему скучаем. Я вот перед тем, как делать это видео, пересматривал свой обзор на эту пепегу, который тогда записывал. И зацените мой топ-смешной момент. Но с активированным перком вы просто не поверите своим глазам. В этом плане пушка отлично сбалансирована. Красава, Вань. Сбалансированная пушка. Супербаланс. Сейчас, кстати, у нас тоже есть сбалансированная ппшка. Бессмертный. Но чё-то обзор на неё я всё же не сделал. Ну и пять лет назад. 2018. Тогда в Destiny 2 шёл первый год игры. Мы ждали дополнения военный разум и с ужасом ныли о том, что Destiny 2 мертва. Что в неё больше можно не играть. Невозможно это терпеть. Типичный комментарий на протяжении всех этих лет, да? К релизной версии Destiny 2 было много вопросов. Это правда. Очень много. Там и с экономикой бардак, и с прокачкой. В оружии перков не было. Отсутствовал эндгейм. А ещё система оружия распределялась как основное. Основное и тяжёлое. А в тяжёлом у нас были дробовики, снайперские винтовки, плазменные винтовки, ракетницы, мечи. В общем, всё с чем, в принципе, весело играть. Прикиньте, у вас всегда, ну, патрона два в дробовике или в плазменке, а получить их можно только из пачки с хэви патронами. Такое себе, правда? Всё ещё не ясно, как банджи решались тогда на такую схему на релизе, ей-богу. Ну так вот, к апрелю 18-го разработчики анонсировали на стриме, что они всё же вернут всё, как было в Destiny 1 примерно, Primary и Special Heavy. С тех пор так и живём. Почему так сразу нельзя было сделать? Непонятно. Вообще, правда, должен сказать, что тогда настроение в сообществе было хуже некуда. Тогда каждое второе или третье видео на моём канале было то про похороны Destiny 2, то про молчание студии и игнор-проблем, то про то, что нам всем нужно уходить в Destiny 1. Короче, пессимизма было куда больше, чем даже сейчас или когда в игру ввели понятие сансета и хранилище контента. Так что если вы пережили то уныние и как и я всё равно остались стражем, то поздравляю, мы с вами теперь схаваем любые приколы, которые студия придумает для Destiny 2. Ну а ещё позднее, 6 лет назад или 7 лет назад, моя машина времени дальше пока заглохла, но если вам нравится такая рубрика и этот формат, прошу, напишите в комментариях, поставьте лайк, поддайте активчика. И я увидев такую реакцию, пойму, что ностальгия всё ещё работает. И будем с вами вот так ежемесячно вспоминать ключевые события вселенной игры. Мне самому такое интересно было бы смотреть, так что думаю и вам будет интересно, если я с таким ажартом буду подходить к такому формату. Ну а если вы вообще супер страшный подписчик и хотите поддержать мой канал, или, например, вас наоборот задолбало низкое качество звука и видео в последних роликах, можете задонатить или подписаться на Boosty, это мне будет вообще приятно. Спасибо за просмотр и до связи!